Народная славянская радио Мира и добра, уважаемые слушатели Народного славянского радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева, моя собеседница Екатерина Нагаева, создатель проекта «Здравствуй, человек», консультант по осознанному родам и беременности. Приветствуем вас! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, Елена! Здравствуй, Екатерина! Мы продолжаем цикл передач по осознанному родам и беременности «Почему не приходят дети?». И вначале мы напомним нашим слушателям о том, что мы проходили в прошлых наших программах. Это мы прошли уровень Творца, на котором все всем дано. Мы прошли звездный уровень, на котором дети выбирают себе родителей. И учат родителей совершенствоваться, повышать свой духовный уровень развития. И сегодня мы расскажем, что происходит с душой ребенка на уровне родов. Так что же, Катя, дальше? Что происходит с душой ребенка и какие препятствия встречаются именно на уровне родов? Да, а на уровне родов у малыша встречаются препятствия, такие как родовые задачи и родовые программы. Родовые задачи и родовые программы однозначно мешают проходить. То есть, если родители вдруг не могут забеременеть, вдруг не могут провести душу, ну вот, вроде бы плодные, вроде бы все хорошо, хотя одной из родовых программ может быть бесплодие. Бесплодие. Вот так же, как болезни передаются генетически, так же и бесплодие может передаваться генетически. Но существуют еще более такие тонкие вопросы и проблемы, которые тоже мешают приходу детей в этот мир. Ну, например, там, неприятие мужчин, ненависть к мужчинам в женском роду, либо непринятие женщин и мужчин. И, тем не менее, это очень сильно будет влиять, во-первых, на пространство любви в паре, направленное пространство благостное для прихода малыша. И, как следствие, так как пространство, что такое пространство? Это тот аэродром, куда должна приземлиться душа. А если этого аэродрома нет, то самолет не знает, куда ему садиться, даже огоньки нигде не мигают. Вот, поэтому, конечно, родовые программы и родовые задачи важно преодолевать. И у каждого они свои. Вот сколько людей, столько и задач. Вот сколько приходит на консультацию людей. И у каждого разбираем свою какую-то изюминку. Но все же их можно разделить по каким-то блокам. Ну, они там делятся мужской и женской. Это вот неприятие мужчин, неприятие женщин. Там захват власти женщинами и так далее. Также, ну, еще несколько перечислить по ходу нашей беседы, наверное. Но, тем не менее, род небесный очень связан с родом земным. И род, конечно, должен продолжаться. Это задача Творца, задача небесных сил, светлые силы, светлые нави, праве, славе. И задача каждого рода, и наша задача. И это заложено во всем, даже на телесном уровне. Понятно. Ты говоришь, что род небесный, род земной, вернее, должен обязательно продолжаться. А вот что, если рождаются только девочки? Вот у меня, допустим, мама была пятая в семье. И, соответственно, у нее было четыре сестры. У нас, у их детей, тоже практически вот одни девочки. Что тогда происходит? Что это значит? Да, действительно. Хороший вопрос. Вопрос хороший, потому что, да, девочка же не продолжает род. Она продолжает род чужой. Ну, не чужой, а она входит в род мужа и продолжает, прежде всего, его род. А вот если рождаются одни девочки, то род, тем не менее, он затухает. Но он как затухает? Он отдает силу. Он отдает силу в другие рода. Он сам по себе никуда не исчезает. Ну, вот чисто энергетически, чисто вот там на уровне родов, он никуда совершенно не девается. То есть, да вообще ничто не может потеряться. Даже если вот совсем детей не рождает, все равно этот род, вот, ну, он просто обрывается, ну, как веточка, он живет. Ну, энергетически чисто он все равно существует. И вот, когда рождаются только девочки, то девочки вырастают, находят себе свою пару-половинку и переход переносит мудрость, опыт, знание этого рода в другой род. То есть, фактически, род, где рождаются одни девочки, вливается гармонично и плавно в другие рода. Но, тем не менее, такого рода больше нет. Да, фамилии такой нет. Понятно. То есть, те знания на генетическом уровне, на осознанном уровне, которые несла в себе девочка, она просто приумножает род мужа. Конечно, конечно, да. Своими знаниями, мудростью и силой. На тонком плане это вообще выглядит так, когда делаются какие-то обряды, но обряды, их же надо делать осознанно, понимать, что еще происходит. Осознанность, это наоборот, возрождается. И вот сейчас новые совершенно у нас поколения, я имею в виду уже, вот которые там женятся, осознанно идут в физической традиции, они уже осознанно пытаются проходить эти обряды. А до этого все утерялось, и люди совершенно неосознанно, не понимали, что такое вот подарок, там, приданное, там, и так далее. Там много символов, которые женщина брала из своего рода и переносила в другой. На тонком плане это выглядит, как будто она вот сундук с богатствами взяла у своего рода и принесла, поклонилась роду мужа и отдала, и род с любовью и радостью отдал, а тот с любовью и радостью принял этот опыт у женщины. И что происходит? Рода, они как бы перетекают другие, как бы отдают свою силу другим родам. Да, то есть понятие приданное, это не только простыни и так далее. Ну, там, тем, кто идет в славянской, прямо в ведической традиции, прям, и замуж выходит, я тоже замуж вышла. Сколько лет? Тринадцать лет назад, по-моему. Да. Наверное, им лучше знать там и вышивают, и образы закладывают, и мысли-образы, и определенные ритуалы. Все вот это богатство, рода, все вот об этом думают и закладывают, конечно. Понятно, очень интересно. Ну, знаете, вот этот род, который, ну, можно сказать, растворяется, ну, вот нет такой фамилии. Который переходит, просто перетекает. Да, да. Что? Вот этот род, он все равно рад и счастлив, что там ребенок родится, у того отца, и он все равно будет нести часть вибрации этого рода, понимаете? То есть клеточки останутся там? Ну, клеточки – это физический такой процесс, а вот и именно информационный вот этот опыт, мудрость рода, оно просто перетечет, и этот род будет счастлив все равно от того, что что-то ветвится с его вибрациями и с его энергией. Наверное, то же самое происходит, когда берут детей. Да, мы говорили в прошлых наших передачах, то же самое происходит. То есть рот не затухает. Если он понимает, что нет детей, нет продолжения, не дано по каким-то причинам, по заболеваниям, и берут себе приемных детей, то же самое происходит. Да? Да. Но если берут мальчика, то он и продолжает этот род. Но мальчика нужно взять и обязательно усыновить, и сделать его своим. Фамилию дать. Фамилию дать. То есть вот институт приемного родительства, когда берут, просто воспитывают под его же фамилией, под, ну, там, ну, за деньги там и так далее, не пойдет. То есть нужно фамилию дать обязательно ребенку, нужно в рот его впустить, открыть, кто там знает какие-то ритуалы, обряды, впустить, чтобы человек вошел, ну, малышок-то вошел в этот род. И тогда он несет, он продолжает, он является продолжателем этого рода. У меня вот интересная ситуация, вообще вот в моей жизни. Мы с братом усыновленные, я удочеренная. Вот. То есть мой брат совершенно из другого рода продолжает другую фамилию. Сейчас у брата родился мальчик. В чем он роду? Попрос. Хотя носит фамилию нашего отчима. Нас усыновили, удочили в достаточно осознанном возрасте. Мне было 10, ему 13. Поэтому мы все это помним, и мы не забыли, да? И вот мы там с братом садились и думали, а в каком же он роду? А потом вот так прям вот чувство у него такое включили и поняли, что действительно тот род затух. Вот. Ну, он перетек. Он перетек в более сильный род. Вы представляете? Не только девочка может уйти и перетечь, а оказывается и мужской род может перетечь. То есть, вот фамилия Гольцевых у нас была. Род Гольцевых затух. Там нет больше мальчиков. Мой брат взял другую фамилию. Мы с братом имеем силу двух родов. Чувствуем прям поддержку и рода Гольцевых, и рода Еневатовых, которые вот... Ну, Максим до сих пор носит его, ну, эту фамилию. Ну, а я, соответственно, ушла в род мужа. Вот. И вот тот род Гольцевых, он, получается, отдал силу на более сильный, на более живучий, на более нужный род. И этот род продолжился. Причем тоже этот род затухал. Но мы трудились, трудились с братом. У него умер сын. Потом он долго не мог иметь детей. Тем не менее, родился Русланчик. И это чудо. Это вот прям зачет он, когда родился мальчик. Когда она забеременела, я была счастлива. Его жена, потому что мы долго над этим трудились. Не могла она забеременеть. Но ты рассказывала в прошлой программе об этом. Да. А когда еще родился мальчик, я там вообще вот это... Я вот прям чувствую. Отец. С того света. Зачет. Молодцы. Ну, молодцы. Ну, конечно, надо... Задача теперь Максима воспитать. Воспитать сына. Посадить дерево. Ну, это задача уже в паре. Да? На паре. Да, да. Мы трудились над тем, чтобы пришел малыш. А так уже, конечно, пусть в добрый путь. Да. И хочется вот узнать, а как же влияют на приход души именно отношения в пары. Мужчина-женщина. Что это не влияет? Ну, прям напрямую влияет. Вот прям вот как напрямую. Вот ребенок – это произведение искусства пары. Прежде всего, произведение искусства. Причем, я бы сказала так, высшее произведение искусства. Высшее сотворчество с творцом. Высшее сотворчество пары. А душа – это источник знаний всегда более высокого уровня. И, ну, как мы говорили в прошлых педачах, душа как бы дотягивает, помогает дозреть своим неприходом, помогает дозреть своим родителям. И вот это пространство, которое они создают. Это, конечно, я уже говорила про вот этот аэродром. Аэродром, полоса, куда малыш приземляется. Но мы подходим плавно, вопрос очень правильно, мы подходим вот к родовым программам. Вот это мужское, женское. Да, да, да. Мужское, женское. Вот смотри-ка, вот раньше женщины знали свое предназначение, понимали его, да, свое место. А сейчас ведь мужское, женское бывает очень сильно перекошено. Да. Раньше было все проще, судя. И вообще, когда читаешь… Знания предков были проявлены. Конечно, и когда читаешь там первоисточники, то, конечно, восхищаюсь тому, как было все просто и понятно. И просто и понятно не потому, что там все заучивали какие-то там азы. Мне, конечно, передавалась мудрость из рода в род. Женщина, девочка, мужчина. Ну, у нас только вот чувствуется, что у них изнутри это шло. Изнутри шло вот эта вот женственность, плавность и так далее. А у мужчин там мужественность, дух, стойкость. Что у нас? У нас сейчас все с ног на голову. Все абсолютно с ног на голову перевернуто. И, например, если женщина имеет внутреннее, на уровне программы, на уровне подсознания. Это вот в психологии такой термин есть. Подсознание. В эзотерике на энергетическом уровне. Если у нее есть вот стоит такой вот блок, программа непринятия мужчин, ненависть. Либо даже непринятие одному мужчины, не отпущенное. То есть, неважно, это ее мужчина, не ее мужчина, а вообще. Отца. Если непринятие отца, это все. Но это родит столько проблем по жизни девочки. И уже впоследствии девушки и женщины. Отца нужно почитать. Вот у меня, не знаю, мама, конечно, моя недалека от первоисточников. И от истинной женственности была таким. Бизнес-леди такой. Да, вот я и хотела спросить, что женщины просто берут на себя лидирующую роль. Делают карьеру и так далее. И получается вот это нарушение баланса. Да, сейчас мы это, наверное, раскроем. Вот мама моя, говорю, была такой бизнес-леди, но тем не менее она мне постоянно говорила одну и ту же фразу. Наш дед был пивущий, жили мы вместе. И я говорю, мама, ну почему так происходит? Он такой секвой, на что она мне, как она там, мы не страдали, как она там, его сама не хаяла, там, в ссорах и так далее. Мне она всегда говорила, ша, какой бы он ни был, он мой отец. Все. И постоянно она, вот эту фразу, вот видно, осталась ниточка вот этой мудрости у женщины спустя много-много поколений. Это мы сейчас вот нашли одну из причин, почему не приходят дети. То есть, если женщина не может забеременеть, нужно пересмотреть свое отношение к мужчинам. Однозначно. Вообще, неважно, к партнеру, к половинке. Да, к мужчинам, да. И прежде всего к своему отцу, брату, деду. Ближайшим родственникам. И далее, если есть еще какие-то негативные проявления, к другим мужчинам. Ну вот, я все на примерах, потому что мне кажется, это все более отображено. Да, очень интересно на самом деле. Вот, и женщина, одну знаю женщину, которая уже давно родила девочку. Девочки уже, ну такая, в возрасте. И она мне рассказывает, что долго она не могла забеременеть, и диагноз стоял у нее в бесплодии. Я ей задаю вопросы, мне же интересно. И она говорит, ну я вообще не могла забеременеть, потому что уже в 19 лет мне удалили, у меня на обоих яичниках была киста. На одном, говорит, яичнике была киста с голову ребенка. И говорит, мне в 19 лет уже удалили один яичник, и должны были удалять обоих яичников. То есть еще вопрос о детях закрывался, говорит, уже в 19 лет. И какая-то суперсенситивная там, я не знаю, ну вот хирург попалась, женщина, какая-то, ну к божий пор, промысел, по-другому не скажешь. После операции она говорит ей, Ира, я не знаю, но я тебе оставила 1 четвертую одного яичника. Я слышала, что яичники имеют способность регенерировать, возращивать себя и так далее. Ну в общем оставила, не знаю почему. И все. И потом прошли годы, ей 25, там 26, в 19 же лет она познакомилась со своим будущим мужем, и 25, 26, и 29, а детей еще нет. И она вот по врачам, по врачам, по врачам, и ей говорят, ну не будет у вас детей, ну успокойтесь. Ну тогда никого, ничего не было. Ваш вариант это дом малютки, да, ваш вариант дом малютки. Она говорит, я вот помню, вот это вот, я прихожу с этими вот листами, графиками там, температуры, возревания там, яйцеклетки и так далее, там подобное. И он вот это смотрит, все листает, говорит доктор, говорит, не ездите по врачам, ну не тратьте деньги, все, не будет у вас детей. А она говорит, а у меня внутри, опять же, вот как будто не про меня. Будет, будет. Я, говорит, собрала листочки и пошла. Ну ладно. И, знаете, я сколько опрашивала вот таких женщин, которые не могли, а потом смогли сбеременеть. Они все говорят об одном и том же. Что когда вдруг была задержка, первое, что им приходило в голову, это ранний климакс. О чем это говорит? Это говорит о том, что проблема настолько отпущена внутри. Что даже о беременности уже не приходят мысли. Да, что настолько уровень принятия уже той ситуации, в которой. И получается беременность. Но внутреннего согласия все равно нет. То есть внутри стоит все равно, нет, я могу. Да? Внутри у них стоит как будто… Я хочу, я знаю, что могу. Да? Ну, во-первых, смирение. Смирение – это не терпежка, а с миром в душе. Принятие ситуации, того, что происходит. А во-вторых, такая простота внутри. Не вот я прям хочу, я пробью. Нет. Как правило, сколько пробивают, это… Во-первых, очень тяжело пробить, много сил потратить. Во-вторых, ничего не добьешься, голову только расшибешь об стену. Вот. И она пришла к своему ребенку, тем не менее. Да? Как это произошло? Это… Вот она заберет. Просто по закону природы, что должен был этот ребенок родиться. И я задаю вопрос. Или же она проработала что-то до такой степени. Вот. Я ей задаю вопрос. Как вы считаете, а что было причиной вот на тонком каком-то уровне? Что мешало? Она тоже понимает в этом что-то. И много понимает. А она говорит, однозначно, тогда я не понимала. Но сейчас однозначно могу сказать, это не принятие мужчин. У меня было всегда такое, говорит, отношение к ним от отца шло. Они слабые. Вот этот вот пол, вот этот клан, они слабые. И вот она это вот, вот это слабые, слабые. Она вот это и взрастила с детства. То есть фактически киста-то пришла в достаточно раннем возрасте, 19 лет. А уже она такая огромная. Это внутренним состоянием взросшенная вещь. А это было именно внутренним? Или все-таки это было уже влияние рода земного родителей? Родительские наставления, наветы, заветы? Конечно. Это, во-первых, девочка растет. И раньше, как было у предков, девочка впитывала мудрость, образы своей мамы. Так же и сейчас. Мы впитываем программы, задачи нашего рода, на чем весь род наш спотыкается, на том и мы должны споткнуться. То есть мы выбираем, если мы активно не работаем, если мы активно с собой не трудимся, себя не очищаем, пытаемся осознать много. То есть нужно возвращаться к истоку именно женщины, женственности, пересматривать формат свой бытия и занимать свою женскую позицию. Однозначно. Однозначно. Вот эта женщина, у нее, конечно, мама вкладывала ей определенный образ. Почему папа слабый? Потому что мама сильная. А как она это видит? На определенных каких-то действиях. Как правило, такой папа, где мама сильная, еще и пьющий. Пьющий, слабый. Ну, о том, почему мужчины пьют, почему мужчины уходят в иную реальность, это отдельная тема. Ну, совершенно, да. Очень актуальна. Кстати, у меня уже была такая заявка, что вот светите, почему вот такие бывают. Но это совсем другая тема. Вот. А скажи, Катя, пожалуйста. Смотри, мы вот рассматриваем женщину. Женские вот эти вот перекосы. Ну, у мужчин же тоже бывают вот эти перекосы. Конечно. То есть он не только может пить, он может как-то по-другому реагировать на то, что женщина заняла его место. У мужчин сейчас прослеживается активно программа из рода в род побега от ответственности и потери духа. Почему мы сейчас, вот сейчас там активно говорят, там, женщины же и говорят. Мужиков мало, не из кого выбрать. Трам-пам-пам. А как же они будут, когда с детства фактически мать уже эту, с помощью там тотального контроля мальчик, с помощью его там задавливания, такая властная мамка. Она убивает этот дух в нем, убивает. И мужчина уже растет, ему очень сложно научиться. А как раньше было у наших предков. Мать не имела права воспитывать мальчика. Насколько я это чувствую, насколько я вот читала. Женщина могла только папе сказать. Мальчиков воспитывал отец. Однозначно. Это зона влияния отца была. И если разводы какие-то были, то мальчик однозначно ушел к отцу жить. Сейчас, кстати, это сохранилось в Чечне. Вот я была в Чечне. И там, если развод происходит, то всех детей, девочек и мальчиков, отец должен забрать себе такой закон. А я вот размышляла над этим законом и думала, пыталась прочувствовать, а что это такое. А на самом деле все просто. Если у мужчины внутри есть мысль и чувство, и осознание того, что если что, он забирает детей себе, все дети, а у них там принято рожать и много, у них там по-много детей, все дети идут, то мысли о том, чтобы там, к примеру, завести какой-то роман, сходят на нет. Ну, чтобы развестись с женой. Так это получается, мы приходим к какому-то целомудрию, да, созданному именно вот законом рода. С сохранением семьи. Конечно. Пространства. Пусть даже таких. А женщина, а женщина тоже не будет смотреть ни направо, ни налево, потому что у женщины есть внутренние инстинкты, тяга к детям, ей сложно расстаться с детьми. Поэтому, на самом деле, то, что семья крепчает от этого, а то, что сейчас у нас в России поголовно. То есть, учатся решать проблемы семейные по-другому, помимо развода. Ну, конечно, развод это... Ну, это тоже немножко другая тема. Мы, наверное, отклонились от этого. Ну, у мужчин, если тоже есть... Вы знаете, если мальчика с детства давила мама, то у него и будет непринятие женщин. Непринятие женщин, страх. И рождается такая ситуация, когда мужчина становится альфонсом. Мужчина становится альфонсом либо подкаблучником. Бывает и такое. Но, тем не менее, сейчас задача осознанных мужчин и осознанных женщин, которые стремятся и которые слушают такого рода радио и читают такого рода источники, и как-то идут в развитии, и как-то пытаются совершенствовать свою душу и дух, они, конечно, первым делом пытаются изменить себя. И если женщина вдруг видит, что она ведет себя как-то не по-женски, как-то там не плавна и так далее, в женственность включает в себя много, абсолютно много пора. То есть это мы сейчас отвечаем на вопрос, что же делать, да, если вот такие перекосы какие-то существуют, то есть вот такие вот элементарные вещи, когда нужно обратиться к источникам и мудрости предков. А мужчинам прежде всего надо трудиться над тем, чтобы опять встать в дух, занять позицию лидера в семье и человека, который выбирает вектор движения для своей семьи, вектор развития. Мужчина – это мужчина, мужчина – это всегда движение, мужчина – это всегда цель, мужчина – это всегда творение, это творец. Ну, а о том, как мужчине встать в дух, наверное, нужно спрашивать у мужчин, опять же, да? Конечно, конечно. То есть кто владеет этими знаниями. Ну, очень хорошо, это мы рассмотрели вот именно в паре, да, что, какие препятствия бывают, на что нужно обратить внимание мужчина, женщина, мужская, женская. А вот ближайшие родственники, то есть род земной, каким образом влияет на приход души ребенка? Вот помимо того, что там наветы, заветы. Тоже очень сильно влияет. Вот род земной, который там мамочки, папочки, они, бабушки, дедушки будущие, они влияют опосредованно. Но влияют, тем не менее, влияют. Ну, то есть не так, как пространство любви, если пара не складывает. Но сейчас поясню. Вот, к примеру, самая лучшая противозачаточная таблетка является фраза. Вот только попробуй в подоле принеси. Вот если девочки говорят такую фразу, это лучше противозачаточная таблетка через страх. Страх, страх. На подсознание. Запрет. И потом уже концов не найдешь. Где в тебя зашло, и почему ты не можешь иметь детей. И поэтому вот когда вдруг родителям нашим, ну, бабушкам, дедушкам будущим, вдруг не в радость появление ребенка, сюда тоже стоит заглянуть. Но заглянуть с какой стороны? Если нам когда-то говорили, это не повод сейчас обвинять, совершенно не повод. Почему бы там они так говорили? Потому что уровень сознания другой. Потому что жизнь была другая. Потому что в другом мире росли. Мире, обществе, социуме и так далее. Вот я, к примеру, маме сейчас рассказываю про какие-то знания, открывая ей какие-то книжки. И она вот смотрит на меня вот таким глазами по 5 рублей и говорит, Боже мой, вот если бы тогда это было, вот если бы тогда я это нашла, Ну, Катя, я даже сама с этим соприкасалась несколько лет назад. Понимая, что те знания, которые ко мне сейчас приходят, если бы их немножко пораньше получить. Да, я согласна с этим. Ну, вот немножко еще расскажу, немножко коснусь такой темы. Сложный, сложный. Вот про те программы, которые я говорила, родовые, которые нужно решить. Они еще и бывают от темной НАВИ. Программа, в которой нас сидят, бывает от темной НАВИ. Поясню. Например, существует такая программа «Антипуть» у мужчин и «Антижизнь» у женщин. Что такое «Антижизнь»? Это как раз физическое уничтожение рода. Женщина, как бы сама того не желая. Подсознательно. Подсознательно, своими словами, действием энергии прекращает род. А как это выражается? Вот, к примеру, в той же и фразе. В подоле не принеси. То есть, чаще всего эта женщина все-таки произносит, да, мама дочки? Конечно. То есть, у нее страх. Так, ну, ты знаешь, женщине-то кажется, что она наоборот творит благо. То есть, она старается защитить свою дочку от преждевременной беременности, от преждевременного выбора партнера полового, раннего созревания полового. Кажется, ты сказала, Лен, ключевое слово, кажется. Ну, у православных по поводу кажется говорят однозначно. Если кажется, нужно перекреститься. Но если мы стремимся к осознанности, и если мы трудимся в этом направлении, то приход ребенка – это всегда великое благо. Великое благо, и великие дары, и великое благословение вообще Творца, родов. И вообще нужно только восхвалять, радоваться, вообще быть счастливым, прыгать и бабушкам в том числе. Сколько бы детей не пришло, сколько бы не было, все равно это великий дар, великая радость. Ну, и то, что ты сейчас произнесла фразу, что ты сейчас учишь маму, говорит о том, что дети готовят и приходят гораздо выше уровнем, чем родители. Да? Ну, это уже к вопросу, да, что к нам приходят дети, это наши учителя. Ну, это мы говорили в прошлой передаче о том, что вот и они подтягивают. Однозначно. Ну, знаете, вот я… Был у меня период в жизни, когда я активно начала изучать психологию, семейную психотерапию и так далее. А там у них, вот знаете, как штамп и столб семейной психотерапии. Там у них тоже построено на гинограммах, они род прослеживают, родовые программы. Но они там не программы называют иначе. Они вот это все ищут, причину следственной связи. Ну, есть у них такой штамп, который звучит так. Яйцо курицу не учит. И все. Если ты ребенок, ты не можешь уже светить в отношении. И причем они употребляют его в том ключе, что действительно не имеешь права даже рассказать там о светлых знаниях и обо всем и так далее и тому подобное. Но, как практика показывает, как опыт показывает, что ребенок, вот у меня детки бегают еще, а уже столько знаков, столько знаков несут, учат, еще как учат. Но яйцо курицу не учит, это же древняя поговорка. Она, я чувствую, несла больше за собой уважение, уважение и почитание. Почитание старших. Конечно. Уважение и почитание старших, родителей, бабушек, дедушек, прадедушек. Ну, вот эта программа, что такое программа антижизнь? Я говорю, это прекращение жизни, физическое уничтожение рода. И постепенно, постепенно мы это и наблюдаем. У женщин все чаще проявляется программа властной матери, вот этой антижизнь, властности, властной. А у мужчин все чаще проявляется программа антипуть. То есть мужчина заблудший, который не указывает вектор, который не лидирует в семье. Не выполняет свое предназначение, получается. Да. Ему сложно нащупать свое предназначение. А предназначение – это великая вещь с точки зрения даже славянских, не даже, а в первую очередь в точке зрения славянских знаний. То есть, как там говорится, что душа получает как бы путевой листочек, каждая с тем предназначением, которое она должна выполнить на этой земле. Получить зачет. И получить зачет, да, и вернуться опять там к Творцу. Потом впоследствии, пройдя через все миры слави и прави, вернуться к Творцу. Сделать круг. А по факту? А по факту, что мы видим? Что женщина берет и говорит, что ты работаешь там военным, ты ж копейки домой приносишь, увольняйся к ядрене фене, работа опасная, иди трусами торгуй, к примеру, да, очень прибыльно, очень прибыльно. Выручка в три раза больше, чем у тебя. И мужчина постепенно вот это жужу-жужу-жужу-жужу. И если он не в духе, когда он кулаком посту стукнул, сказал, Я знаю, где мой путь. А твоя задача меня поддерживать, вдохновлять, воодушевлять на мой путь и на мое предназначение. И нам дано ровно столько, сколько нам нужно для его выполнения. Если мужчина в духе, у женщины шансов не остается. Женщина всегда это чувствует интуитивно. Ну, проблема вся заключается в том, что женщины воспитывают мальчиков. И в духе мальчикам, которые уже выросли в мужчин, осознанным даже мужчинам, взрослым, сложно встать в дух. Причем, знаете, на каких-то мероприятиях, на каких-то там сборах, хороводах, ритуалах мужчины там мух в круг становится. Я дух, я дух, да, говорят. А придя домой, происходит перевоплощение. Сложно удержать. Попадает в пространство женщины, в привычную сферу, и уходит на работку только что встанно. Да. Почему далеко ходить? Я могу рассказать про себя. Ну, поделись, пожалуйста. Настолько у меня была сильная программа вот эта вот антижизнь, передавшаяся мне от сильной, мощной мамы, что мы уже, находясь там в знаниях ведических, там не могла я пересидеть. Вроде осознанно я делаю, вроде осознанно я живу, сотворяю, как я думаю, становлюсь вроде. А фактически меняла только свою внешнюю оболочку. Внешнюю. Не только внешность. Вот я и хотела спросить, как это выглядело. Форму и стиль одежды. А я типа такая плавная, я типа такая нежная. А качество? То есть нарабатывала просто женские качества какие-то, да? Ну, все равно видимые, видимые. А внутри такой, ух, стержень. И стоило там что-то Миша мне сказать, как такое, вот, а-а-а-а, из меня выходило. Лишь бы вот только задавить. Лишь бы. И он восстал. Он уже тоже много узнал о том, что он должен принять на себя ответственность, стать духом. Просто восстал. Поставил мне жесткие условия. Жесточайший, вплоть до ухода там из семьи и так далее. И вот тут пришлось там себя как-то там заводить свой там пароход, поезд, паровоз. Это мы сейчас отвечаем на вопрос, что делать. Да, да. Что делать женщине, когда встает эта вот программа «Антижизнь», и что делать мужчине, когда встает программа «Антипуть». Мы сейчас отвечаем на эти вопросы. Например, да, на моем примере там, конечно, есть много нюансов. Если там вы будете трудиться, там делать передачу на отсчет, там будут много о чем есть говорить. Много о чем там. И какие побеги от ответственности у мужчин. И какими способами захватывает власть женщина. Катя, мы с тобой договаривались просто, что в заключительной программе мы будем давать какую-то аптечку. Наверное, уже более подробно будем об этом говорить. Конечно, да. Будем подробно об этом говорить. И вот на тот момент поводом для изменения внутри у меня являлся страх. Страх потерять мужчину любимого и страх остаться одной из тремя детьми. Да, мной двигал страх. Но лучше так, чем никак. Ну, это то же самое, что мы говорили сейчас про чеченские семьи. А если такого страха у женщины нет? Если она, ну, ноги же, ну, и ладно, и пусть гуляет там, найду другого. Потому что нет троих детей в семье. Есть один-два. Ничего, сама заработаю, сама выращу, выкараблю, справлюсь. Ну, отлично, молодец, не зачет. Задача перед родом – сохранение семьи. И следующий мужчина может не прийти к этой женщине. Ну, а следующее ведро, если даже оно будет, будет звонче, глубже. А может быть, вообще не дадут мужчину. А может быть, и вообще не дадут. Не разобралась там? Не разобралась, да. Да, и на консультации часто приходят, не часто, а страдающие от одиночества женщины. У них непроработанные хвосты просто с предыдущими связями закрывают возможность им открыть новые отношения. Закрывают возможность. И знаете, что я скажу, возвращаясь к роду, к бабушкам, к дедушкам? Я скажу одно, что нет таких обстоятельств в этом мире и на этом свете, когда приход души не в радость. Приход малыша, ребеночка не в радость. И если вдруг вам не в радость, то ищите у себя программу антижизни, уничтожение рода. Это бабушкам, дедушкам полезно услышать. Да, я уже будучи совершенно недавно, буквально этим летом, мне было тяжело. Ой, я там говорила жене брата, что мне так тяжело, ну почему мне моя мама вот даже энергетически не поддерживают. Вот ни одного ребенка, который я там беременела, не хотели. Ну понятно, сейчас всех любят, свои малыши. Как их, возможно, не любить? Ну почему, почему мне так тяжело? Никакой поддержки, даже вот душевной, энергетической, не чувствовала я. Сейчас, конечно, получше. А она мне говорит, ну что ты хочешь, если бы у них был твой уровень развития, наверное, у тебя было побольше братиков и сестер. А я считаю, и мои вот это, мое чувство не основано на, наверное, на старых каких-то знаниях, что раньше как растили всем родом, всем миром, такое счастье. И будучи мама, она единственный ребенок в семье, а вот ее мама, моя бабушка, она девятый ребенок в семье. Кстати, меня назвали в честь той моей прабабушки, которая родила девять детей. И мама, когда мне говорит, ну, типа, куда, куда ты? Я говорю, мам, ты меня в честь кого родила? Ты меня в честь бабушки Кати родила. Вот когда я буду носить десятого, вот ты можешь тогда мне сказать, ну куда? У нее же было всего лишь девять. Очень оптимистично. Да. Катя. Да, пойдем. Все души желаем тебе, чтобы так и было. То есть смиряться. С это и радоваться. Ну, я все-таки считаю, что если бабушки, дедушки нас какие-то слушают, радуйтесь. Радуйтесь, приход детей. Как бы они не приходили. Обязательно слушают. Как бы они не приходили. Абсолютно. И в каком возрасте они не приходили. А потом уже разбирайтесь. Ну, Кать, мы же знаем, что сейчас все эти знания, эта мудрость, они начинают просыпаться в людях. Люди становятся все более осознанными. Люди пробуждаются. Это эпоха наступила новая, когда пора пробудиться и вспомнить все эти знания, которые мы принесли. И это радует. Это, конечно, очень прекрасно, что сейчас все иначе. Я говорю, вот прошло сейчас время, и моя мама тоже позвонит и спросит, как дела, и чувствуется, что поддержит. И свекровь включилась как-то. Наверное, надо было просто мне. Не, наверное, а точно надо было просто отпустить, что вы мне должны помочь. Так было, всегда. Вы просто забыли это. Да, да. Ну, я просто это отпустила, и все. И общайтесь, общайтесь по вашему желанию со своими внуками. Катя, есть что-то еще сегодня сказать про сегодняшнюю тему, про причины неприхода детей на уровне рода? Да, мне знаете, что хотела бы сказать? Что вот мы сегодня не очень оптимистично говорили про программы, и программы «Темный навик», когда приплетаются, это звучит так, грубо сказать, устрашающе, но тем не менее волнующе. Многие могут задаться вопросом, а что делать-то? Вот что делать? К примеру, вот мне мама говорила, а я не понимаю. Вот у меня нет детей, но мне мама так говорила когда-то. А вдруг это является одним из пунктиков того, почему у меня сейчас нет их. Ну, я скажу однозначно, что, во-первых, ни в коем случае нельзя обвинять. Это уровень развития той мамы, которая была тогда. Я вот некоторой маме говорю, мама, ты помнишь, что мне вот это говорила? Она говорит, я? Я не могла такого сказать. То есть, реально человек даже, вот в том состоянии он был, в каком-то одержимом, да? Сейчас он уже не помнит. Нужно совершенно отделять человека от его слов, ну, душу, которая внутри красивая, от слов и поступков, которые сотворят. Это очень сложно сделать. Отделить человека в момент одержания, отделить душу, вот эту частичку Творца в момент одержания от поступков и действий. Мы же видим конкретные проявления, то, что происходит, это сложно. Но, тем не менее, продолжу. Можно все проработать. Абсолютно можно проработать любое родительское наставление. И это можно сделать разными способами. Как? Это можно сделать через письмо. Письмо пишется по схеме прости, прощаю, благодарю, люблю. То есть, я сказала ключевые слова, которые должны обязательно звучать в тексте письма. И всегда есть за что простить. Всегда есть за что попросить прощения. И всегда есть за что поблагодарить за те уроки, которые пришли через конкретного человека. Извлечь из этих уроков, из этих задач свои уроки и пойти дальше. И всегда можно простить и полюбить безусловие человека. Абсолютно всегда, если есть желание. Так вот, в письме, что мы делаем с помощью письма? То, что написано пером, не вырубишь топором. Мы просто открываем свою душу через письмо, через разговор с человеком. Можно и не отдавать. Нет, конечно, лучше отдать. Но не первое письмо. Конкретному человеку нужно писать письмо до трех раз. А то и до плюс бесконечности, пока оно не будет гармоничным. А еще нужно писать письмо своей душе. Нужно писать письмо своему телу. Почему ты, миленькая, не хочешь мне ребеночка выносить? Да? Да, потому что тело – это наш ближайший и лучший друг. Оно всегда показывает все наши негармоничности внутренние. Нужно написать письмо своему телу. Опять же, по этой схеме. Но потом я, может быть, подробно остановлюсь. И родительские наставления также отрабатывают. Также родительские наставления, вот именно тот негатив, который несут эти родительские наставления, тот негатив, который зашел вовнутрь, отрабатывают с помощью древнейшей славянской технологии писанки и мазанки. Это как? Что такое писанки и мазанки подробнее? Не знаю, наверное, сразу не будет понятно, но я думаю, в интернете все найдете. К примеру, Арина Никитина у себя на сайте это очень, по-моему, раскрывает хорошо. А также, ну, это технология, хорошо описывают мазыки. То есть, рецепты существуют? Рецепты, конечно, существуют, но писанка и мазанка, что такое? Плохое настроение было у кого-то, плохое горе там и так далее. Приходили, палочкой по воде писали, вот так поводили палочкой по воде и скинули плохую энергетику в воду. Мы то же самое делаем сейчас на листе бумаги. То есть, мы пишем наверху свою фамилию, имя, отчество, число. Дальше мы пишем. Прорабатываю родительские наставления. И отчеркиваем прям линию. То есть, отчеркивание линии значит, что мы входим. Входим в проработку. Входим. Сейчас мы будем входить на подсознание. А дальше закрываем глазки. Это я про мазанку говорю. И начинаем ручкой, не отрываясь, водить по листу. Прям чиркаем, чиркаем по всему листочку. И прям глубоко внутри вспоминаем свои негативные чувства. Слезки покапали. И слава богу, продолжаем писать, мазать, 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 мазать. Все это вымазывать. Можно и час мазать. Смотря какой там багаж. Все вот негатив прям. Выходит. Выходит, как вспомнили. Как тогда было обидно. Все чувствуете. Проходим. И через ручку на лист выдаем. Все кончилось. Чувствуется закончено. Прерывать это действие лучше не надо. Поэтому нужно выбрать для себя время. Вот. Это закончили. Отчеркиваем внизу. То есть, отчеркнуть обязательно, что выходим. А то неизвестно, куда нас подсознание завело. Неизвестно, куда мы пошли плутать по нашим внутренним путям и дорожкам. И внизу пишем. Все. Точка. Конец. Это означает, что все. Проработали. Конец. Отпущено. Берем мазуху и сжигаем. Придаем ее огню. Ну, либо водички. Ну, если... Обращаемся к технике за помощью. Вот у меня были сложные отношения с отчимом. И я вымазывала тот негатив, который отчим. Который получил через отчим и через отношения с ним и так далее. Вот это было моща. И первый раз я столкнулась с тем, что бумага не горит. То есть, я беру вот эту бумагу вот с этим, поджигаю, а она вот буквально блескнет и тухнет. Блескнет и тухнет. В общем, 15 минут я колдовала на ней. Уже ребенок проснулся. Проснулся и я уже порвала на мелкие кусочки и водички с благодарностью, там, кланяясь. В унитаз смыл. Уже не знала, чем я делаю. Ну, вот видите, это даже не... Это энергетически уже наложенные программы до такой степени. Это не негатив, это ненависть, презрение, которые вышли. Который даже огонь вообще всесильный. Ну, показывал мне, что ты, конечно, накопила мать. И ты мощная мать. Ну, то, что мощная, это вторично. А то, что накопила, это был на тот момент очень первичный показать. Поэтому, ну, писанки, она делается немножко по-другому. Также сверху. Ну, наверное, мы коснемся более подробно этого заключительного программы. И кто захочет узнать, все-таки найдут инструменты, да? Письмо раз. Проработать родительские наставления. Дальше писанки-мазанки два. Третья технология, которая в медитациях и через тонкий план. Когда мы выходим осознанно на тонкий план, достаем это наставление, программу. Осознанно с ней работаем, посылаем любовь, осознаем, отпускаем. Ну, если сам человек не может, то лучше идти, конечно, к консультанту. Который проведет гармонично, поможет делать эту работу. Не будет делать за, но поможет провести, чтобы человек тоже не заплутал на тонкий план. То есть, обязательно нужно обращаться за помощью. Точно так же. Ну, если не чувствовать все это. Точно так же, как ходят люди в больницы, обращаясь за помощью к докторам. Точно так же обращаться за помощью к знаниям предков, к инструментам, которые владели наши предки. Ну, конечно. А наши предки ходили же к ведунам, как их называли, которые изучали все рожи человека. Забыла. Ну, рожи – это славянская рожа, это лики. Лики их называли по-другому рожи. И, наверное, пока все. Это самые простые технологии, которые я сказала. Вот в письмо, в мазанки, в писанки. Родительские наставления проще снимаются. Ну, вот самим человеком. Снимаются, отпускаются, все. Проработал, забыл. Спасибо, мамочка. Люблю тебя. И благодарю. Программы, которые идут родовые, на которых спотыкается каждый род, ну, каждый следующий потомок. Сложнее отпускать, потому что там не только нужно проработать на всех планах письма. Там понадобится серия писем, серия работ на тонком плане там. И там понадобится еще наблюдение и контроль за собой. Вот почему я говорю, что мы трудимся, трудимся. Там на различных семинарах приезжаем, на различных консультациях. Приезжаем домой, жена как гаркнула, и наш труд спустился в галоши. А важно держать внимание еще на себе, на своем чувстве. Важно еще контролировать то, что мы чувствуем. Важно это нести по жизни. Для этого и наши предки, кстати, дневник вели. Вели дневник. Вели дневник, контролируя и подводя итоги. Подводя итоги в день рождения, подводили итоги. Того, чему они научились за год, и что полезного надо вынести из своего года. И что полезно, какие задачи себе на следующий год поставить. Обязательно были планчики писали. Вот. С родовыми программами тяжелее, а с программами темной нами еще сложнее. То есть нам понадобится. Ну, мы, наверное, об этом поговорим уже в следующей нашей программе, да? Да. Ну, так вроде про, может быть, сумбурно. Но, тем не менее, много. Ну, я думаю, что не столько сумбурно, сколько очень интересно у нас получилось сегодня. Беседа с примерами, с такими яркими из жизни. Ну, и получается, что сегодня мы нашу программу заканчиваем. Да, я благодарю за то, что очередной раз меня пригласили и дали возможность поделиться своими наработками. И не столько своими, сколько в сотворчестве с девочками, с творцом, с родом. И появилась возможность нести это куда-то дальше. Благодарю большое, Лен. Да. И ваша рада передать. Да, напомним, что сегодня мы рассказали, что происходит с душой ребенка на уровне родов. И какие причины мешают ее приходу. И в следующей программе мы обязательно продолжим нашу беседу с тобой, Катя. И о чем мы расскажем в нашей следующей программе. Следующая передача я посвятила бы явному миру и как мы сами создаем в себе кучу проблем вокруг. Как мы сами. Плюс к тому, что мы уже сказали, что существует звездный уровень, существует уровень родовой, родовые программы. А как мы сами еще можем за свою жизнь столько себе на колдошматить, на лопатить, что и не можем разгрести. Мы поговорим про явный мир, да, как мы сами здесь, уже проявившись в явном мире, не можем забеременеть. И что мы уже сделали, чтобы не забеременеть за свою жизнь. И я бы затронула на следующей передаче «Навный мир», «Темный навы». Потому что там тоже сейчас не все так просто. Появились технологии от материалистического мира, так сказать. От ЭКО, срогатного материнства и так далее. Я не против этих технологий и считаю, что вообще не надо быть против них. Но тем не менее, они существуют и нам нужно про них знать. Что, как они работают, какую энергетику в себе несут. Вот. Уважаемые слушатели, следите за эфиром. Задавайте свои вопросы в чате Народного славянского радио. Благодарим вас. С вами была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Моя собеседница Екатерина Нагаева. До следующей встречи. До свидания. Рожайте, любите своих деток и радуйтесь приходу малышей. Это прекрасно. Да, и пусть добро приумножится в вашей жизни. Мира вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все нужно, все важно.